Я неоднократно говорил, что я принимал решение осознанно. Я именно на это и рассчитывал. Я понимал, что у людей всегда будет некий вопрос, как можно находиться во власти и критиковать эту власть. И весной этого года я принимал осознанное решение. Те, кто говорил, что Миронов использовал административный ресурс и что «Справедливая Россия» только держалась на административном ресурсе поста председателя Совета Федерации, видно, что это абсолютно не так. «Справедливая Россия» сегодня – это мощная команда единомышленников, это вторая по величине партия, нас более 400 тысяч, это мощные региональные отделения, это настоящие бойцы. И те выборы, которые только что завершились, и уже конкретная ситуация во многих регионах говорит о том, что у нас очень стойкие, очень преданные и профессионально подготовленные кадры в нашей партии. Поэтому, конечно, сам результат говорит о том, что решение было политически выведенным и правильным, и, безусловно, я думаю, что результат в какой-то мере закономерен именно поэтому. Если можно, я в ответ на этот вопрос хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. За нас проголосовало более 8 миллионов 100 тысяч избирателей, по данным Центральной избирательной комиссии. И мы хорошо понимаем, что среди них есть люди, которые голосовали не столько за справедливую Россию с ее программой, которая нам так дорога. Среди них есть люди, которые сделали выбор голосования за справедливую Россию, потому что они хорошо понимали, что именно голосование за справедливую Россию наносит наибольший удар по монополии Единой России в Государственной Думе. В интернете на этот счет есть несколько достаточно развернутых расчетов, подсчетов, и мы понимаем, что такие люди есть. И я с этой трибуны обращаюсь к ним и говорю, что мы понимаем, что мы пока заслужили ваше доверие и ваш голос авансом, но мы постараемся этот аванс оправдать. С другой стороны, коль скоро вы затронули такие сферы деликатных человеческих отношений, вы знаете, со многими нашими депутатами пятого созыва, которые возглавляли региональные списки, я пока общался только по телефону. И тем не менее, некоторые из них, будучи зрелыми людьми, опытными политиками, говорят примерно следующее. Вы знаете, какой не только политический, а какой жизненный человеческий урок я получил за время избирательной кампании и за эти последние дни. Понимаете, вот это чувство, оно дорогого стоит.